Это долина, ручья Каракабак, и мы находимся вот на гребне, которая отделяет эту долину от плато Иштык-Коль. Вот оно, само плато. А вот там дальше долина Моашей. Оказывается, сюда идет тропа, гораздо более пригодная для МТБ. Чем та тропа, которая поднимается на озер. Вот здесь по самому гребню она теряется, естественно. Здесь практически, возможно, хрирайт с довольно эпичным видом и с небольшим уклоном. Дальше начнется уклон. Сейчас покажу, как будет. Вот здесь почти поднимается тропа. Справа вот там у нас Каракабак течет. А слева видно, как тропа уходит вдаль. Видимо, на Шавлинские озера, если я не ошибаюсь. И вот начало спуска по этой тропе в долину Каракабак. Тропа с очень хорошим уклоном. И тут, конечно, в мокрую погоду будет, я бы сказал, неприезжаемо, наверное. Здесь уклон еще увеличивается. И практически свитчбеки очень плоские. Вот уклон можно понять. Здесь есть даже альтернативная траектория. Здесь совсем же копытами скользили. И вот здесь можно даже почти упереться. Здесь самое овкэмбер место. По мокрому все проедешь. И еще раз уж бак. Папа уходит вон туда. И еще раз уж бак. А спустится она в итоге вон к тому курумнику. И вот здесь очень крутое место. Ну, в смысле, очень классное. По уклону тут все вполне проезжаемо. Такой вот выезд на обзорную площадку. Здесь маленько грязно. Ну, кстати, если здесь грязно после трех дней без дождя, то, скорее всего, тут грязно всегда. Здесь очень прижарное место. А вот и поляна, где мы оставили рюкзаки. А тропа идет дальше. Она как бы мимо курумника. Тоже вполне себе проезжаемая. Местами, конечно, она не очень. А потом вполне идет флоу. И вот здесь последний участок уже перед выездом на тропу, которая вдоль Каракабака. по ней я уже ездил в прошлом году. Вот этот участок. Он довольно круто проезжается. Вон он, Каракабак. И сейчас покажу выход на развилку. Основная тропа идет вдоль реки. Вот идет основная тропа. И она уходит туда по известному швитеру.